На ремонт кровель невыдержавших сильных снегопадов в прошлый зимний сезон из бюджета города были выделены средства. Все они отремонтированы. Однако существует проблема с выполнением работ по кровлям в рамках текущего ремонта некоторыми управляющими компаниями. С наступлением холодов проблема обострится из-за того, что во многих из них отопление подается с верхних этажей. Из-за этого система подачи тепла оказывается незащищенной. При этом недобросовестные управляющие компании рапортуют районным властям о полной готовности домов к зиме, размещая информацию на электронных ресурсах, электронное ЖКХ и ГИС ЖКХ. Анализируя все эти вещи, мы эти дома проверяли и по информационной обеспеченности именно подготовительного периода. И действительно на многих домах одна из управляющих компаний выставляла пустые документы, то есть она прикрепляла документы, но в них не было ничего. Естественно, таких нерадивых коммунальщиков штрафуют, причем неоднократно. Но сумма штрафов для управляющих компаний, особенно тех, у которых на обслуживании несколько сотен домов, оказывается незначительной. Сейчас, по сути, есть только один действующий механизм исправления ситуации. Жители имеют право сменить управляющую компанию, которая не справляется со своей работой. Городом ведется серьезная работа с жителями, проводятся собрания по смене управляющей компании. Жители сами видят, что управляющая компания не справляется, не выполняет договорные условия по проведению работ, по содержанию, по текущему ремонту. Проводят общие собрания и уходят, выбирают другую управляющую компанию. Извечные русские вопросы, кто виноват и что делать, а также как изменить сложившуюся ситуацию, решали за круглым столом. Представители Общероссийского народного фронта, городской и районных властей и надзорных ведомств. Одна из идей, озвученных за столом, создать отдельный аварийный фонд в городском бюджете, который будет пополняться деньгами оштрафованных управляющих компаний. А затем эти средства и будут распределять на текущий ремонт кровли. Эту инициативу планируют вынести на обсуждение. Через конкурсную процедуру будет определяться подрядчик и также под контролем уже города со всеми гарантийными обязательствами в рамках 44-го ФЗ эти работы будут проводиться, выполняться. Главная задача – комфорт и благополучие жителей Самары. Идеи, выработанные за круглым столом, будут проработаны и сформированы в законотворческие инициативы, чтобы впоследствии и надзорные ведомства, и городские власти могли очистить рынок коммунальных услуг от безответственных компаний. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.